здравствуйте мои друзья сейчас лето сезон слив и мы с вами приготовим очень вкусное повидло и будем его готовить в микроволновке плита нам не понадобится готовится она очень быстро всего за 45 минут и посмотрите каким красивым ярким густым она получается нам понадобится килограмм слив вес слив без косточек килограмм сливы у меня достаточно крупные я удаляю косточку и нарезаю на небольшие кусочки если у вас сливы не крупные можно их нарезать на четвертинки выкладываю сливу я в емкость это такая миска у меня стеклянная объем ее 4 литра и варить мы будем сливу нарезанную без сахара накрыв крышкой 15 минут в микроволновке мощность моей микроволновки 1000 ватт пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео через 15 минут мы достаем сваренную сливу убираем крышку крышка нам больше не понадобится и блендером измельчаем отваренную сливу как видите я не убираю шкурки они протирают через сито всю работу выполняет такой погружной миксер получается однородная посмотрите какая красивая масса туда мы добавляем в эту массу 3 чайные ложки лимонной кислоты и 400 грамм сахара на это количество сливы сахара вполне достаточно и теперь уже без крышки мы отправляем вариться наше повидло еще на 15 минут через 15 минут мы его достаем перемешиваем как видите пенки практически нет я не убираю пенку это такая особенность микроволновки что не нужно убирать пенку пенки практически не бывает и еще на 15 минут отправляем в микроволновку вариться все наше повидло готово посмотрите какое оно густое и конечно если вы хотите более густое повидло вы можете добавить время может еще на 10 минут на 15 минут но мне достаточно мне кажется что это достаточно уже густое повидло получается вы видите оно горячее но она уже просто на глазах желируются я буду хранить свое повидло в холодильнике если вы хотите хранить не в холодильнике в шкафу то нужно выложить горячее повидло стерильную банку и закупорить банку стерильной крышкой посмотрите вы ведь она горячее но она уже такое густое становится. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео на ютубе. Алгоритм ютуба поймет, что видео нравится и покажет большему количеству зрителей. Теперь нужно дать остыть нашему повидлу. Прошла ночь, повидло остыло. Посмотрите, какое оно получается. Вы видите, оно густое, оно такой пленочкой покрылось. А цвет какой у него замечательный. Это потому, что мы его долго не варили. Всего 45 минут, 15 минут под крышкой без сахара и два раза по 15 минут без крышки. И все. И вы видите, какое оно густое. Вы видите, а если оно дольше постоит, оно будет еще гуще. Мне так нравится цвет этого повидла. Это можно делать начинку для тортов, для пирожков, на завтрак намазать тост с таким повидлом и с чашечкой чая. По-моему, это очень вкусно и красиво. Советую приготовить.